Итак, второй ход. Первый сыщик у нас Роланд. Роланд... Ой, а вы-то что так попрыгали? Я вроде помню, что тут я поставил бой на максимум. Но тут я поставил... Не знаю, наверное, да? Так, второй ход. В фазе передышки ничего не меняем, ничего не восстанавливаем. Переходим к фазе движения. Роланд, у него 4 пункта движения. Раз, платит 2 доллара и оказывается у нас на рифе дьявола, где получает еще 2 улики. У него сейчас 4. Агнес просто восстает в первой половине. Так, пока я не забыл, давайте-ка поставим все-таки знание на максимальный уровень. Знаю, немножко неправильно. Это надо было делать в фазе передышки. Сейчас у нас уже фаза контактов. Так, начинаем с рифа дьявола и с Роланда. Так, риф дьявола. Пройдите проверку удачи с модификатором плюс 0. Если вы проходите, вы можете переместиться в любую водную локацию и вступить там в контакт. Если вы не проходите, то есть та лодка, через которую вы могли бы пробраться, была заброшена не зря. Вы оказываетесь в Ихантлей. Перейдите туда и немедленно вступите в контакт. Так, удачи. 1 плюс 0. Так, давайте-ка бросим 1 кубик. Ничего себе, прошел. Ой, дабы нам переместиться. Нет, в Ихантле я не хочу. Нет охоты перемешивать сейчас колоду. Поэтому мы переместимся на несветанный остров. Так, улику мы заберем только в фазе мифа. Да и то при условии, что там не откроется врата. А странно, вот если мы находимся в локации, и там открываются врата, и там есть улика, и там есть сыщий, который попал туда в результате контакта, мы получаем улику или нет? Я буду трактовать это, как получаем. Да елки-палки, что же вы все передвигаетесь да передвигаетесь. Так, у меня все вроде было на максимуме, как я помню. Так, неизведанный остров. Пройдите проверку воли с модификатором минус 2, или потеряйте 3 единицы раз в сутка. Так, воли. Минус 2. Воля минус 2. Улики не тратим категорически. Поэтому, Роланд, к сожалению, ты теряешь 3 единицы раз в сутка. И далее контакт для Агнеса. Желтый. Подходит. В коробе великой расы. Страна основ. Другое. Получить одну улику. Ох! Шикарнейший контакт для Агнеса. Восстановил эту улику, которую я заплатил за клинику. Ну и, естественно, фаза мифа. Ох, как я ждал, чтобы не выпала эта карта. И, наконец-то, она выпала. У нас открывается портал в Ихант Лей. Монстры не передвигаются, монстры не появляются. Так, эта улика исчезает у нас. Ну, давайте-ка дадим ее Роланду сразу же, в удобство. И далее, что происходит? Массовый заговор отодвигает расследование. Сбросьте все улики с поля. Так, сбрасываем все улики с поля. Ну, Роланду мы дали улики. Хорошо, что я объяснил вначале, почему. Ну, в любом случае, наш древний получает еще один жетон пробуждения. Так, теперь у него три. И далее, что у нас случается? Так, и смотрите, у Роланда пять улик. Пять улик, это значит, что он выполнил свою историю. И вот мы переворачиваем на зеленое. К черту с ним. Ого. Теперь способность Роланда интуиция дает ему улику. В том случае, если у него меньше четырех улик, а не две. Это хорошее усиление. Хорошее усиление теперь. Он будет автоматом получать по улике, когда у него окажется одна, две, три улики. Но особенно хороша эта способность против Шона Рафана. Так, что же у нас теперь происходит? А на этом второй ход заканчивается.